Спасибо, Татьяна Викторовна. 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 Подвигам героев Отечества. К закону, правопорядку, человеку труда, старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию, традиции многонационального народа Российской Федерации, к природе, к окружающей среде. И учителя, родители, дети вправе ожидать, что все те нравственные ценности, нравственные качества человека, которые отражены в этом определении, уже будут формироваться на основе тех ресурсов, которые представляются разными авторскими коллективами и издаются в разных издательствах нашей страны. Сегодня мы будем говорить об этих ценностях в ракурсе. Самая главная позиция – русский язык является государственным языком. Это богатство, которое принадлежит всему государству, является цементирующим в отношении всех-всех народов, наций, нашей огромной многонациональной стране. И русский язык является родным для миллионов людей, проживающих в нашей стране. Об этом нужно говорить часто, на всех уровнях и иметь это в виду во всей своей образовательной деятельности. Особенно, когда идет сейчас миграционная политика, состояние, что мы видим в разных русскоязычных регионах, возникают вопросы, как же быть с обучением русскому языку. Я сегодня хочу с вами пообщаться и на эту тему. Как же быть с основным богатством нашей страны, с кодом русского народа, русский язык, как ведется, как преподается в начальной школе. В рамках требований стандарта начального общеобразования об этом сегодня и поговорим. Итак, обновленный стандарт начального общеобразования принят 31 мая 2021 года приказом Министерства просвещения Российской Федерации номер 286. Во всех школах нашей страны с 1 сентября прошлого года учителя начальной школы приступили к реализации именно обновленного стандарта начального общего образования. Пройдемся по основным моментам. В общих положениях стандарта сказано, что стандарт обеспечивает вариативное содержание образовательных программ. Программы начального общеобразования создаются различного уровня сложности, направленности с учетом образовательных потребностей и способностей самих обучающихся. И следующим основным моментом, который отражается в общих положениях стандарта начального общеобразования 21 года, это сохранение преемственности. Преемственности образовательных программ дошкольного, начального, основного общего образования. Учителя начальной школы, мы прекрасно с вами понимаем, что такое стандарт дошкольного образования, какие образовательные области имеются, содержатся в стандарте дошкольного образования и с какой пропедитической подготовкой к освоению предметных областей начальной школы приходят к нам дети. Что новое, вот по отношению к этому слайду, я бы хотела отметить, что в общих положениях стандарта отражается требование освоения обучающимся технологий командной работы. Дети должны работать в паре, в группе, взаимообучение, взаимосотрудничество должно быть выстроено на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе. Да, предыдущий стандарт 9-го года, стандарт начального общего образования 9-го года говорил о необходимости деятельностного подхода к построению нашей работы в начальной школе. Сейчас формулировка освоения технологий командной работы уже содержится в общих положениях. Коллеги, мы видим в обновленных стандартах придание нового импульса всероссийским проверочным работам, так как предметные результаты формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов ВПР, международных исследований качества образования, национальных исследований качества образования. И мы с вами понимаем, что над этим работаем мы, конечно же, в сотрудничестве с нашими коллегами в начальной школе, с коллегами, партнерами, с родителями. И еще такой момент, что мы в начальной школе работаем над формированием функциональной грамотности обучающихся. Стандарт содержит определение, что считать, что является функциональной грамотностью. И это прекрасно, мы единое понимание этого термина видим благодаря тому, что все дается в скобки после появления этого термина. И в школах должны создаваться условия для того, чтобы у детей была возможность использования именно в практикоориентированных заданиях тех знаний, которые получены ранее. И мы постараемся в начальной школе вывести детей уже на социальный уровень использования наших знаний, полученных на разных предметах. Коллеги, с появлением нового стандарта еще и до появления в 2020 году появилась примерная программа воспитания. Но и в стандарте начального общего образования, основного общего образования говорится о том, что планируемые результаты должны являться содержательной критериальной основой разработки рабочей программы воспитания. Рабочая программа воспитания входит сейчас в основную образовательную программу начального общеобразования. программу начального общеобразования, если коротко говорить, и включают в себя те программы духовно-нравственного развития и воспитания, здоровья и сбережения. Вы с этим все знакомы. И, конечно же, при создании рабочей программы воспитания мы с вами ориентируемся, школа ориентируется, разработчики, конечно же, ориентируются на личностные результаты, которые отражены в обновленном стандарте начального общего образования в определенных тематических направлениях. Это и гражданское воспитание, патриотическое воспитание, духовно-нравственное, эстетическое, физическое воспитание, культура здоровья, эмоционального благополучия, трудовое воспитание, экологическое воспитание, ценности научного познания. Коллеги, разрешите сегодня поздравить вас с Днем российской науки и, конечно же, нас радует, что в личностных результатах, в планируемых результатах начального общего образования отражаются и ценности научного познания. При построении программы воспитания необходимо отметить, что есть обязательные части, обязательные модули для школ, для всех школ и, конечно же, это напрямую выходящие модули на учителя начальной школы. Это и классное руководство, это и школьный урок, это курсы внеурочной деятельности, это работа с родителями. По всем четырем направлениям учитель начальной школы работает и работает успешно, как показывают различные срезы. Мы с вами сейчас говорим о тех возможностях, которые представляет издательство «Русское слово». И мне в первую очередь хочется сказать, для построения рабочей программы воспитания будет нам в помощь книга «Воспитательная деятельность педагога». В содержании указываются шаги по построению, по реализации воспитательной деятельности педагога, уровня образования самой школы, даются вспомогательные методические материалы, как составляется план работы классного руководителя, как пишется программа внеурочной деятельности, как реализовывается воспитательный потенциал бесед и дискуссий, можно ли инициировать коллективные творческие дела в начальной школе в том числе. И мы надеемся, что вот это пособие, эта книга будет хорошим помощником тем, кто реализовывает, пишет, вначале проектирует, потом уже реализовывает программы воспитания на разных уровнях общего образования. Говоря о ресурсах, нам необходимо сейчас вспомнить, что на территории Российской Федерации, конечно же, действует федеральный перечень учебников. Последний федеральный перечень учебников принят 21 сентября 2022 года приказа Министерства просвещения 858. И, как уже многие вы знаете, что это приложение, этот приказ содержит два приложения. В первом приложении отражаются учебники, допущенные к реализации образовательных программ начального основного общего образования. Во втором приложении указывается предельный срок тех учебников, которые включены были в федеральный перечень учебников в 2020 году. Предельные сроки для всех учебников первого класса, которые вошли во второе приложение, туда вошли и учебники системы Эльконина, Занкова, Гармонисты, УМК «Гармония», УМК «Начальная школа 21-го». Этих учебников очень много. Конечно, в законодательстве нет у нас и в законе образования, и в стандарте, и в федеральном перечне учебников нет термина учебно-методический комплекс. Таких терминов нет. Мы с вами говорим об учебниках. Но я знаю, что сегодня нас слушают учителя начальной школы, уже называют те учебно-методические комплекты, которые известны нам. И мы с вами понимаем, что после завершения предельного, после истечения, по истечению предельного срока эти учебники переходят в разряд учебных пособий. Теперь скажем, имеем ли мы право использовать эти учебные пособия и на основании какого документа. Итак, статья 18 главы 2 закона образования в Российской Федерации говорит нам о том, что организация выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников и учебные пособия, выпущенные организациями, которые имеют право на эту деятельность. И определяются определенным... Список определяется, утверждается определенными процедурами и определенным приказом Министерства просвещения. Коллеги, здесь, говоря о возможностях закупать, использовать в школе эти учебники и учебные пособия, нам нужно помнить статью 35 закона образования в Российской Федерации. Пользование учебниками и учебными пособиями ставится в один ряд. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения, воспитания, организации, осуществляющих образовательную деятельность осуществляется за счет бюджетных ассигнований. То есть для закупки как учебников, так и учебных пособий создаются одинаковые, имеются одинаковые возможности за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Это нам нужно знать. И статьи 36 и 1, 37 стандарта начального, 37 и 3 стандарта основного образования говорят о том, что организация должна предоставлять не менее одного учебника или учебного пособия в печатной форме, затем уже электронной форме учебников по предметам начального общего образования и основного общего образования. Как входящих в учебном плане в обязательную часть, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Итак, мы с вами говорили о том, что законодательство позволяет использовать учебники и учебные пособия за счет бюджетных ассигнований федерального или регионального бюджета. Я представляю сейчас информационно-образовательную систему начальной инновационной школы. Линия учебников была включена в федеральный перечень учебников еще в 2020 году и сохранилась линия учебников в перечне учебников в 2022 году, в приложение номер 2. То есть по истечении предельного срока указанного в приложении номер 2 учебники переходят в разряд учебных пособий, но мы ими можем пользоваться наравне с учебниками. Об этом говорит законодательство. Давайте посмотрим поближе учебники и посмотрим, какие особенности имеются содержательного плана, методического плана, каков воспитательный потенциал. Коллеги, кроме предметных результатов, все предметы работают над формированием метапредметных результатов, личностных результатов. Вы на слайде видите, что материал, который включается уже в две части, букваря под авторством Киберовой и Клейнферт Мелеховой, это учитель начальных классов с 50-летним стажем работы, и потому своеобразие привносит именно знания детей, знания меняющихся потребностей детей, учительницы начальной школы. Коллеги, мы видим здесь содержание материала, конечно же, нацелена на формирование тех качеств, которые ценны в российском обществе, которые из века в век передаются как национальная русская ценность, ценность нашего государства. Почему всем россиянам важно знать русский язык? И говорится о том, что и татарин, и русский якут, все понимают друг друга благодаря тому, что красивый, певучий, великий государственный язык – русский язык. И идет целенаправленная вот такая работа в методическом аппарате русского языка по воспитанию, патриотизм, уважение к народам, заселяющим именно нашу страну, расширение кругозора, развитие всех четырех видов речевой деятельности. Мы видим со страниц уже букваря, что работа идет над орфограммами, над раскрытием тайн русского языка. И ни одно правило, ни одно утверждение не дается в готовом виде. Все через развивающего такого характера материал. Развитие речи всех видов, четырех видов речевой деятельности предусмотрены с первых страниц до букварного устного курса, и в букварный период, и после букварный период содержат те же самые задания. И мы работаем над текстом, начиная с добукварного устного курса. Вы здесь видите, замена рисунков словами происходит при чтении тех слов, которые нам знакомы. Уже необходимое количество, необходимые буквы пройдены учащимися. И интересные моменты характеризуют, интересные развивающие задания характеризуют все учебники первого класса, второго, третьего, четвертого. Но букварный период заканчивается бессмертным полком. Здесь вы видите и будущий защитник. Здесь, конечно же, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения с первого по четвертый класс выстраивается очень грамотно. Ну, говоря о метапредметных заданиях, нужно отметить, что те предметные задания, которые вносятся в учебники русского языка, выходит, содержит метапредметный ресурс. Посмотрите, найди и выпиши только предложение. Регуляция своих познавательных действий, самоконтроль процесса и результатов деятельности. Объясни свой выбор. Мы коммуникацию детей развиваем, учим аргументировать свою точку зрения. С помощью схемы докажи, что из выписанных предложений получился текст. Это формирование познавательных, универсальных учебных действий. Умение работать с информацией, представленной в разных формах. Умение извлекать информацию из несплошного текста, когда в виде схемы, таблицы преподносится тот грамматический материал. Коммуникативные, универсальные учебные действия, такие как учет позиции собеседника, развиваются в заданиях, которые предусматривают в парную, групповую работу. Обсудите вопросы с одноклассником. Проанализируя схему, сделая вывод, познавательные, универсальные учебные действия, это выходим мы с вами на метапредметные результаты, которые прописаны в тексте стандарта начального общего образования. И формируем познавательную самостоятельность наших детей. Самостоятельно сопоставляем слова с учетом признаков части речи. Самообучаемся в группе или в парах. Самостоятельно составляем свои столбики слов. Составь свои столбики слов с лишними частями речи. Предложи одноклассникам найти слова этих частей речи. Много-много такого рода заданий, которые выводят нас на действительно учебную, познавательную самостоятельность. А вот что отличает учебники русского языка, Киберовой, Мелеховой и Гленфельд, это опорная схема, алгоритмы. Последовательность действий расписана в другом формате. Прочитай, выпиши только сложные предложения, подчеркни в них грамматические основы. Найди в одном из сложных предложений простой и с однородными членами. Составь схемы этого сложного предложения. Конечно, в таком варианте ребенку сложно, может быть, сразу выполнить это действие. И это задание. Здесь дается прекрасная подсказка. Действуй так. Первое, второе, третье, четверто. Все перечислено, каждый шаг расписан. И это прекрасно, потому что детям нужно давать образцы, нужно давать опорная схема. И мы здесь видим, когда в учебнике дается определенный материал, достаточный материал для того, чтобы подготовить незаметно для детей, без дополнительных занятий, на каждом уроке потихонечку осваивая те умения, которые необходимы при участии во всероссийских проверочных работах, это очень дорогого стоит. Коллеги, мы вспомним сейчас всероссийские проверочные работы. Если первое задание проверяет традиционное базовое правописание, умение обучающихся правильно писать текст под диктовку, то мы понимаем, что здесь нужно соблюдать при письме изученные орфографические пунктуационные нормы. В учебнике, я повторюсь, именно алгоритмы, схемы, образцы дают нам сжатый, такой обобщенный материал сложного русского языка, грамматический материал сложного русского языка в таком табличном формате. Чтобы проверить в корне слова безударный парный звонкий или глухой согласный, непроизносимый согласный, вот над орфограммами идет такая работа именно в схемах, опорных таблицах. Нужно изменить слово или подобрать однокоренное слово так, чтобы на этот гласный падало ударение, после гласного стоял гласный материал преподносится в доступном графическом материале, обобщенная уже форма решения орфографических задач. Задания вторая и третья, если взять ту же процедуру всероссийских проверочных работ, нацелены на определение главных второстепенных членов предложения. Опять же, постоянная работа, скульпулезная работа над членами предложения, над функцией главных второстепенных членов предложения позволяет нам говорить о том, что учебники на достаточном уровне готовят детей к тем самым испытаниям в конце четвертого класса. Что мне нравится в учебнике Мелехова и Скляровой Глинфельд, то, что постоянно работа идет над самым сложным разделом языкознаний для начальной школы – это орфоэпия. Орфоэпический словарик есть, во многих учебниках содержатся орфоэпические словарики, но когда есть рубрика «Говори правильно», и в этой рубрике встречается описание, передача поведения нашего ударения в звучащей речи, то это очень-очень добротный такой ресурс, потому что действительно, как ведет себя наше ударение, над этим мы работаем с первого по четвертый класс, но и в основной и в старшей школе. Это достаточно такой сложный раздел. И если шестое задание взять всероссийской проверочной работы, когда мы работаем над формулированием основной мысли текста, что ведет к девятому классу, к одиннадцатому классу наши единые государственные экзамены, тоже содержит вот это же направление, вот это же обобщение. И нужно отметить, что учебники действительно содержат огромное количество текстового материала, действительно текстоориентированное обучение русскому языку реализовывается в учебниках. И мы вот видим с первого, даже с добукварного устного курса работу с текстом. Спешите текст, вставляя слова, пропущенные буквы, раскрывая скобки, делайте взаимопроверки. Родина – это всё. Родина – могучее слово, нежное, торжественное, задушевное. Родина для нас – всё. И задание после текста начинается с того, что дается установка прочитать вдумчиво, внимательно вот тот текст, который мы записали. Записали, вставляя в слова пропущенные буквы, раскрывая скобки. Это была первая часть работы. А вот сейчас читаем вдумчиво, внимательно. И определяем, в чём смысл названия текста. Что для вас Родина? Обменяйтесь мнениями, даётся возможность обсуждения в группе, в паре. Посоревнуйтесь и так далее. Здесь, конечно же, нужно отметить, что даже на уроках русского языка, русского языка имеется в виду здесь как государственного, выстраивается такая серьёзная работа по развитию творчества младшего школьника. Рубрики названий, рубрик сами за себя говорят. Творческая лаборатория. Пишем изложения. Творческая лаборатория. Описываем картину. Создаём текст, повествование. Минутка для шутки. Проверь себя. Читай, размышляй, высказывайся. Здесь самая первая рубрика «Читай, размышляй, высказывайся» о прочитанном тексте. Вспомни, из какой он книги. Назови её автора. Небольшие, незаметные на первый взгляд моменты, отражающие интегрированный подход к преподаванию всех предметов начальной школы. Вот такой учебник русского языка, учебники русского языка. Если говорить об учебниках литературного чтения, издательства «Русское слово», здесь, конечно, самое первое определение – это воспитывающее литературное чтение. Именно произведения воспитательного, патриотического, нравственного характера составляют костяк всего содержания начального общеобразования воинка литературного чтения. В год 75-летия Победы Великой Отечественной войны нами было проанализировано все предметные линии литературного чтения авторских коллективов. И нужно признать, что у Меркина, Геннадия Самуиловича, Бориса Геннадьевича Меркина, Светлана Алексеевна Болотовой, вот единственный учебник, которому, можно сказать, с 1 по 4 класса выстраивается именно линия произведений и методических таких блоков про Великую Отечественную войну в доступном формате, с доступными этому уровню развития ребенка произведениями. Я на примере литературного чтения хочу показать вам возможности интерактивной формы учебника, электронной формы учебника. По положению, для вхождения в федеральный перечень учебников все бумажные версии должны иметь электронную форму учебников, проходят они точно так же экспертизу, и мы видим стопроцентное соответствие содержательного блока с бумажной версией, но электронная форма учебников имеет расширенные образовательные ресурсы по отношению к бумажной версии. Посмотрите, интерактивные возможности на первых шестераницах активной кнопкой выделяются, и эти возможности – это художественные произведения или фрагменты. Мы дополнительно можем выйти на них, мы можем выходить на произведения изобразительного искусства, аудиоматериала, видеоматериала, разные упражнения развивающего плана, и все это богатство каждому учебнику. Если мы читаем Ольгу Высоцкую, дорогую нашу маму, с международным женским днем связанный урок, мы читаем еще другое произведение, обращаясь к той активной кнопке, что дается величиной форме учебников. Уже наша мама другое стихотворение читаем, и этого же автора. Если обращаться к аудиопрослушиванию, то это уже совершенно другой знак, знак микрофона, и мы это понимаем, что прослушиваем это стихотворение или другое, которое дается в методическом аппарате после прочитанного произведения. И разные-разные формы творческих заданий. Здесь и пословицы, поговорки, кроссворды, сбор предложений и так далее. Коллеги, воспользуйтесь, конечно, электронными формами учебников, если есть возможность, и при работе с детьми дома, в домашних условиях, ну и, конечно же, учителя начальной школы при организации самой деятельности на уроке, во внеурочной деятельности. Это хорошее подспорье к нашим учебникам. Величиной форме учебников расширяет возможности образовательных ресурсов. И мы здесь видим разные формы творческих заданий, как они отражаются. И мне очень приятно, что в величиной форме учебников именно литературного чтения даются прекрасные мультфильмы советского периода, мультипликационных гениев нашего советского периода развития этого искусства. И выход на разные виды искусств это решение тех задач, которые обозначены в предметных результатах литературного чтения, описанных в стандарте. Список медиа-объектов в конце электронной формы учебников, на самой последней странице электронной формы учебников преподносится в каждом классе. Вы видите здесь произведение изобразительного искусства, я не зря выделяю, потому что нам нужно к концу четвертого класса детей привести к пониманию литературы как явления культуры. И мы здесь на разные формы искусств, разные виды искусств, мы и выходим. Говоря о стандарте начального общего образования, нужно сказать, что обязательным предметами по требованию стандарта 21-го года становится родной язык и государственный язык Республики Российской Федерации. Но по отношению к русскоязычным регионам не национальным республикам, прежде всего родной язык, имеется в виду родной русский язык. Что собой представляет родной русский язык? Мы сейчас уже за последние года с 2016 года уже говорили много и много вебинаров и разных-разных других ресурсов для учленения информации. Вот стандарт говорит о том, что дети должны прийти к пониманию роли языка как основного средства человеческого общения, прийти к сформированности первоначальных представлений о единстве, многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации. Получить должны знания о фонетике, лексике, грамматике, орфаиграфии, пунктуации изучаемого языка. Все четыре вида речевой деятельности должны быть развиты, иметь такой определенный уровень конца четвертого класса. Нужно нам с вами всегда помнить, что стандарт не определяет результаты к концу каждого года. Стандарт определяет на конец четвертого класса все планируемые результаты, все результаты личностные, метапредметные, предметные. А федеральные образовательные программы, рабочие программы уже указывают на результаты в конце каждого класса обучения. Что касается русского родного, мы с вами видим, что это прежде всего понимание взаимосвязи языка, истории и культуры народа. И вот такие ресурсы предлагает издательство «Русское слово». Это те же самые авторы учебника русского родного языка Киберова, Мелехова, Склярова. И будучи одними тем же авторским коллективом, конечно же, видит сложность, видит объем подачи материала, методическое единообразие в разных учебниках. Это три разных раздела. Русский язык, прошлый, настоящий, сказано русским языком, секреты речи и текста. Сквозные герои Василиса Премудрия, кот ученый. И обращение, постоянное обращение не только к культуре русского родного языка, но и тех народов, которые проживают на территории Российской Федерации. Это постоянное обращение. Те же самые инструкции, те же самые указания, как вести себя в той или иной, при решении той или иной учебной задачи, схема образцы, выход на интеграцию разных предметов, эпитеты, сравнения в начальной школе встречаются на литературном чтении, родной русский точно так же не стоит в стороне. И, как говорят учителя, уже использующие эти учебники, говорят, что в третьем-четвертом классе мы уже прекрасно работаем на результат даже в девятом классе. Мы работаем, редактируем текст, меняем текст, составляем план текста, очень много работы с текстом, что готовит, конечно же, КВПР по русскому языку. Коллеги, я бы хотела вернуться к той миграционной политике, которая привнесла в нашу жизнь действительно в русскоязычных даже селах и городах встречаются дети, которые нуждаются в помощи в освоении русским языком, как государственным. Русский язык, как неродной. Такой комплект есть в федеральном перечне, такие учебники есть в федеральном перечне учебников 2022 года. И авторами являются Хамраева Елизавета Александровна, Лола Маджитовна Саматова. Есть и методическое пособие. И основная цель курса, основная цель данного ОМК это комплексное развитие всех видов деятельности обучения грамматики русского языка. Конечно же, без грамматики нам никуда, потому что даже если ребенок научится говорить, то один волк, то это совершенно другой, конечно, уровень владения. Итак, развитие устной речи, письменной речи, расширение лексики, категории рода имен существительных, глаголы движения, категории вида глагола, с чего нет у детей билингов, у которых родной язык нерусский, правильное произношение, развитие всех видов деятельности, формирование коммуникативных навыков, те же самые проектные работы, но над всеми разделами русского языка, русского языкознания, работает и этот учебник русского языка. И сейчас в помощь учителям, которые работают с детьми, для которых русский является неродным, есть еще такое ОМК, «Говорю и пишу по-русски». Детей нужно готовить к обучению на русском языке, им помочь в освоении элементарного уровня. И, конечно же, это звуковой строй русского языка, развлечение звуков русской речи, правильное произношение, развитие, расширение лексики, ну и тот же метод обучения чтения, аналитико-синтетический метод обучения чтения, что прекрасно строится в этих пособиях и учебниках. Словесное ударение, согласование по роду, он, она, оно, постоянные наши помощники. Интенционные конструкции русского языка с пятью предлагают авторские коллективы. Конечно, прекрасная возможность для социализации дает тот лингво-культурологический материал, который включается в то или иное пособие для работы с детьми инофонами, для работы с детьми билинговыми. А вот это пособие, методистская рекомендация к учебному пособию, я бы хотела сказать, что будет в помощь и тем педагогам, у которых в классе множество детей с логопедическими проблемами. Здесь и постановка звукопроизношения, основные способы постановки произношения звуков, классификации звуков, ну и те упражнения, те красивые упражнения, которые в последовательном выполнении приведут к тому необходимому нам результату, какая ошибка и какая коррекция должна быть. Ну и следующие части, три части, ойм, как говорю, я пишу по-русски, я думаю, будут очень полезны для работы с детьми при подготовке к обучению в школе. Теперь в завершение хочу сказать несколько слов в неурочной деятельности в начальной школе. Издательство «Русское слово» предлагает множество учебно-методистических комплектов по всем направлениям неурочной деятельности. И мы здесь видим и портфолио ученика, «Путь к успеху», прекрасно такое название, есть проектное деятельность УМК, которое авторы предлагают начать со второго класса, так как первый класс, это все-таки период обучения грамоте, период становления школьника, основа безопасности жизнедеятельности, флористика для детей. Ну, множество-множество таких вариантов, таких ресурсов для организации внеурочной деятельности. Я бы хотела обратить ваше внимание на первоначальном этапе при выходе из дошкольной организации, при вступлении в начальную школу, прекрасные пособия Анны Николаевны Печерской, «Моя семья» поможет выстраиванию добрых отношений с родительской общественностью, формирование таких семейных ценностей, семейные традиции какие, права и обязанности членов семьи, правила общения в семье, права и обязанности ребенка, родителей, все это содержится. И творческие задания нацелены на формирование сплоченности, взаимопонимания в этих семьях, вспомни, как вы гуляли с папой, составь рассказ, расскажи его родителям, расскажи другу о профессии своего деда, составь рассказ о своих бабушках, составь рассказ о том, как в вашей семье распределяются обязанности. Это все выполняется, все эти задания выполняются вместе с папами, с мамами, с бабушками, с дедушками, с братьями, с сестрами. Коллеги, еще одно пособие на ваше знакомство, предлагаю к вашему знакомству, это Ирина Сергеевна Артюхова «Азбука безопасной и здоровой жизни». Вот эта книга должна стать настольной книгой учителя начальной школы и родителей учащегося начальной школы. Посмотрите, пожалуйста, книга готовит предвидеть детей, предвидеть последствия своего поведения. «Безопасность в квартире, на улице, на дороге, на природе, безопасность еда, информационная безопасность, здоровье и полезные привычки, памятка, как вести себя в общении с незнакомыми людьми». Коллеги, каждый раз мы, проводя инструкцию по технике безопасности, можем обратиться к этой книге как в школе, так и в семейных каких-то ситуациях. Потому что нам нужно построить разговор, конечно же, начиная с того, что электричество – это благо, с одной стороны, но в то же время существует секрет безопасности, который мы должны помнить. Нельзя играть с электрическими бытовыми приборами, нельзя тянуть за электрический провод, нельзя дотрягиваться до оголенных проводов руками, может ударить током. И есть прекрасная схема, как я буду действовать в той или иной ситуации, чтобы дети знали. Я буду действовать так, если электроприбор загорелся, позову взрослых первый шаг. Если их не будет рядом, какие мои действия будут следующими. Вот такого рода подача материала доступна младшему школьному возрасту и облегчает работу по проведению инструктажей учителю начальной школы. И я хочу сказать, что такого рода, подобного рода пособия будут способствовать нам в нашей деятельности формированию социальной грамотности младших школьников, когда мы знакомимся с правилами здоровья жизни, когда формируем общекультурную грамотность, правовую культуру школьника, финансовую культуру, как ориентировку финансовых терминов, овладение умением совершать отдельные финансовые операции. Я завершаю свое сегодняшнее выступление, сегодняшнюю встречу и оставляю контакты, где находится издательство «Русское слово», как можно выйти на нас и с кем можно пообщаться по поводу тех или иных вопросов. Коллеги, есть ли ко мне вопросы? Пожалуйста, пишите в чате или дайте другим образом знать. Если нет вопросов, то позвольте попрощаться с вами до следующих встреч.